Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Они проснулись. В край зафиксирован первый пострадавший от клеща. Какие прогнозы на сезон делают специалисты? На Алтае ввели региональные доплаты медработникам. Сколько человек их будут получать? Она не грязная. Общественники края готовы уже не на словах заступаться за честь реки ОТ. Вспышку холеры на планете прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, опасная инфекция может получить глобальное распространение. В России, считают местные специалисты, холера может попасть в связи с высокими миграционными процессами. О случаях холеры сообщили уже 24 страны. Самая неблагополучная ситуация, по данным ВОЗ, складывается сейчас в Африке и на Ближнем Востоке. Что касается России, то по словам бывшего санитарного врача страны Геннадия Онищенко, в 20 веке наше государство уже пережило 7 пандемий холеры. А за последние 20 лет регистрировались лишь единичные завозные случаи инфекции. И сегодня она довольно эффективно лечится. Между тем, еще в прошлом году Роспотребнадзор России рекомендовал всем регионам страны усилить меры профилактики холеры. И к другой теме. Первого пострадавшего от укуса клеща выявили на Алтае. Им оказалась женщина, жительница Барнаула. Она привезла с собой кровососущего насекомого из Республики Алтай. Сейчас клеща исследуют на наличие у него возбудителей инфекции. В целом, в этом году, по данным регионального Роспотребнадзора, в крае прогнозируют высокую численность клещей. По итогам прошлого сезона в поликлинике региона по поводу присасывания членистоногих обратилось почти 10 тысяч человек. При этом 25 жителей края, в том числе четверо детей, заболели клещевым энцефалитом. В Алтайском крае вводят региональные доплаты медработникам по аналогии с федеральными мерами поддержки. А это почти 500 сотрудников. Об этом заявили на коллегии Министерства здравоохранения. На этой встрече глава ведомства Дмитрий Попов подвел итоги прошлого года. О чем еще шла речь, расскажем в сюжете. Более 400 человек в коллегии. Врачи, главы муниципалитетов и общественники. Министр здравоохранения края подводит итоги прошлого года. Пожалуй, главный из них, 2022-й, стал годом постепенного выхода из коронавируса. За 12 месяцев в край зарегистрировано 19 миллионов посещений больниц. Проведено 550 тысяч госпитализаций. Для себя ставим следующую амбициозную задачу – это создание системы планирования госпитализации, которая сегодня уже внедрена в 15 медицинских организациях. И 2023-2024 год мы должны завершить работу для обеспечения жителям Алтайского края необходимой этой медицинской помощи. При этом министр подчеркнул, что ковид, который в свое время парализовал систему здравоохранения, все еще остается с нами. В реанимациях один-два человека всего лишь, а на пике это было до 300 человек в крае в целом. Весь тот опыт, который мы за три года наработали в части организации работы, знаем, каким образом теперь его уже лечить, мы должны сохранить и уже по-другому реагировать. Большую часть доклада Дмитрий Попов посвятил модернизации технической базы. Так, за пять лет в регион закупили более 11 тысяч единиц техники. А после этой коллегии чиновники торжественно отправят в районы края 63 специализированных автомобиля. Приятная новость для отдельных медиков. В крае вводятся региональные доплаты медработникам по аналогии с федеральными мерами поддержки. Об этом сообщил уже Виктор Томенко. На эти цели из бюджета выделено 70 миллионов рублей. Также впервые в 2022 году установлены выплаты отдельным категориям медицинских работников. Ежемесячные выплаты получат более 90 фельдшеров, свыше 120 участковых врачей и более 25 специалистов особо востребованных специальностей. Из краевого бюджета также получат поддержку порядка 360 наставников. В серьезной и до сих пор нерешенной проблеме остается дефицит кадров. Министр здравоохранения предложил готовить врачей со школьной скамьи. Уважаемые главы, сейчас обращаюсь к вам. Мы видим год от года снижение и в 2023 году, несмотря на то, что мы с вами обсуждали эту проблему в 2022 году, школьники все меньше и меньше хотят выбирать и биологию, и химию на сдачу ЕГЭ. То есть они теряют какой-либо шанс вообще поступить в медицинский вуз. Давайте все-таки вариант целевого обучения и подготовки будущих врачей начнем со школьной скамьи. Главы муниципалитетов не зря присутствовали на встрече. Ведь иногда от их участия и без участия также зависит качество оказания медицинской помощи. Мы разработали совместно с нашими главными врачами с Министерством здравоохранения Алтайского края программу по городу Бийского, где мы будем работать с населением. Будут проводиться круглые столы, совещания, собрания, личный прием главы совместно с главными врачами. И мы будем все вопросы, которые у населения есть, острые, проблемные, обсуждать. Основной задачей для региона Дмитрий Попов назвал повышение продолжительности жизни к 2030 году до 77 лет. Сбудутся ли ожидания министра, увидим позже. Анастасия Драган, Рена Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. 48 машин скорой помощи и 15 передвижных ФАПов отправились в районы края. Виктор Томенко вручил ключи от специализированных автор руководителям муниципалитетов и главным врачам ЦРБ. Район располагается от Барнаула 240 километров, от Бийска 130. Эти машины помогают моментально эвакуировать больных в нормальных условиях, с оборудованием, с полным. В этих машинах есть все для хорошей работы врача. За последние пять лет в нашем районе очень много сделано в системе здравоохранения. У нас капитально отремонтирована детская поликлиника, взрослая поликлиника, стационар. У нас и цифровой флюорограф есть. Остальные наши ФАПы уже в проекте до 25-го года. Сегодня в региональном автопарке почти 350 скорых и 40 передвижных ФАПов. Мобильные комплексы оснащены оборудованием, в частности, для дистанционной передачи данных в краевые больницы. Добавим, что это не последнее вручение скорых в этом году. На покупку специализированного транспорта из бюджета края выделено 150 миллионов рублей. Сотрудники родильного дома в СМП номер 2, который находится на Малахово, боятся остаться без работы. У медиков есть серьезные опасения, что роддом закроют. Крики детей там слышат все реже. Сегодня роддом практически пустует. Каждый день здесь проходит одно-два родоспоможения. При этом здесь 80 коек и к больнице прикреплено 45 тысяч женщин. Последний год был вообще неурожайным – 589 родов. Для сравнения, в 2018 году было более двух тысяч. В роддоме пояснили, сегодня сюда попадают женщины с низкой и средней степенью риска. С патологиями в ДАР. Сейчас, благодаря в том числе и ДАРу, есть возможность техническая выхаживать самых тяжелых детей. Потому что там есть и специальное оборудование, то, что позволяет выхаживать тяжелых детей. Плюс, тут еще поймите, такая есть история – делаешь хорошо то, что делаешь каждый день. Если специалисты ДАРа каждый день сталкиваются с тяжелыми такими младенцами, которых выхаживают, потому что их направляет поток на весь со всего края, то они, естественно, это делают намного лучше, чем те, которые сталкиваются с этим время от времени. Количество родов сократил еще и коронавирус. Во время пандемии это был единственный в крае роддом, где лежали беременные с ковидом. Так продолжалось до осени прошлого года. С декабря роддом работает в привычном режиме, но и это пока не утешает сотрудников, которые боятся остаться без работы. В больнице нас заверили – закрытие роддома не планируется. Руководство вышло с другим предложением, которое обсудили пока внутри коллектива. Здание роддома трехэтажное. Часть помещений можно было бы использовать под женскую консультацию. Это было бы удобно и для пациенток, и медики могли бы совмещать работу в роддоме и в консультации. В конце концов, отмечают в роддоме, от организации первичного звена будет зависеть и успех родов. Беременная же, не только она беременна, у нее же могут быть сопутствующие патологии. И если бы женская консультация находилась в больничном городке, очень удобная беременная, ее посмотрел гинеколог, тут же направил на УЗИ, на ритген, в лабораторию, посмотрел терапевт, уролог, и все это вот здесь. А сейчас это происходит, что ее смотрит там гинеколог, направляет ее в другое место, ей приходится ехать. Все это достаточно сложно. Также сегодня роддом ждет, когда будет принят приказ по новой маршрутизации. После него поток пациентов должен увеличиться. А пока больше 50 сотрудников находится в подвешенном состоянии. Что делают пожарные, когда нет пожара? Вот как они, что делают? Они сидят, наверное, и в готовности, и ждут к оказанию экстренной помощи своей. Во-первых, у нас есть, пусть небольшое количество пациентов, за ними ухаживать надо. Реаниматолог должен быть всегда готов, неанатолог должен быть готов, акушер-гинеколог должен быть готов. Неважно, при этих 50 за сутки, как в наше терапевтическое отделение, мы обязаны в любой момент оказать помощь. Очень хотелось бы, чтобы в роддоме, которому почти полвека, дождались будущих мам и маленьких пациентов. И к другой теме. Впервые с апреля 2022 года доллар преодолел отметку в 77 рублей. 16 марта побил показатели прошлого апреля и евро, подойдя к отметке 83 рубля. Кстати, вопреки всему, по мнению экспертов, россияне при любом удобном случае готовы купить валюту. У кого доллары и евро по-прежнему пользуются большим спросом, и есть ли проблемы с покупкой в барнаульских банках, узнавала наша съемочная группа. В марте прошлого года Банк России запретил банкам продавать наличную валюту. Этот запрет изначально планировался на полгода, но уже в апреле 2022 его сняли. Обычные россияне вновь покупают наличку, но с определенными ограничениями. Сейчас банки имеют право продавать только те доллары и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля прошлого года. Они продают только ту валюту, которая есть в наличии. Обязанности продавать доллары и евро у банков нет. Поэтому в случае необходимости перед визитом в банк лучше заранее уточнить, возможно ли в нем приобрести необходимую вам валюту. Многие скажут, кому нужны наличные доллары и евро, и рублей-то нет. Путешественникам точно, ведь пользоваться российскими картами за границей сейчас практически невозможно. Правда, летающие за пределы страны регулярно выход нашли. Приобретают карты соседей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других. В турагентстве нам рассказали, что даже карточные туры в эти страны организуют, а те, кто путешествует к тому же морю пару раз в год, по-прежнему предпочитают наличку. К слову, на проблемы с покупкой туристы не жалуются. Единственная проблема, если вдруг неожиданно у нас кончаются на отдыхе деньги. Большинство стран, наши русскоговорящие представители, они открывают телеграм-чаты, в которых меняют рубли на валюту на местную. Естественно, они берут большой процент, то есть это не очень выгодно, но это вот такой экстренный вариант, если у вас неожиданно закончились деньги. И еще один нюанс. К примеру, в Таиланде нельзя обменять на местную валюту доллары, изготовленные раньше 2006 года. Так что при их покупке туроператоры советуют путешественникам быть внимательными. Ну а нам стало любопытно, действительно ли купить наличные доллары не составляет труда. И мы отправились в один из банков. Допустим, 500 тысяч легко купить? Конечно. Вообще без проблем, каждый день бывает, да? Ну то есть какая-то большая... Да что есть, ну может быть кто-то сейчас после вас придет и захочет крупную сумму. Но не у меня так, мы перенаправляем в ближайшие точки, узнаем, да, если есть, направим. Сейчас проблем с валютой нет. Правда, стоимость валюты в разных банках разная. Да и купить те же доллары можно больше, чем за 80 рублей. А то и дороже при сегодняшнем курсе в 76. Кстати, аналитики отмечают, что доля наличной валюты в руках населения продолжает расти. Россияне не прислушиваются к банкирам, твердящим о токсичности доллара. И приобретают валюту, если такая возможность предоставляется. И продавать то, что сейчас лежит под подушкой, готовы только задорого. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Какой будет краевая компенсация за отдых в загородных лагерях, станет понятным в ближайшие дни. Сейчас на уровне региона готовят приказ, в котором пропишут среднюю стоимость путевки за отдых в летних лагерях, а также размер бонуса, части, которую смогут вернуть родители. Что касается федерального туристического кэшбэка для детей, судя по всему, его уже не возобновят. До подписания приказа алтайские специалисты в области детского отдыха отказываются называть среднюю стоимость путевки и категории населения, которые смогут вернуть часть расходов за счет бюджета региона. Но от собственных источников известно, что определенный льгот и смогут воспользоваться не только родители-бюджетники. Что касается федерального детского кэшбэка, его официально свернули. Но в то же время на этой неделе сообщают ведомости. К премьеру страны Михаилу Мишустину обратилась Федерация независимых профсоюзов России с просьбой перезапустить все же детский кэшбэк в 2023 году. Общественники Алтайского края готовы судиться с российской газетой за слова о загрязнении АБИ. В материале, приуроченном ко дню водных ресурсов, издание называет реку самой грязной в стране. Общ часто называют одной из самых грязных в России. Но, по мнению алтайских ученых, река не опасна. В 9 случаях из 12 датчики фиксируют недостаток кислорода на водном объекте. Эта особенность АБИ связана с ее соприкосновением с самыми большими болотами страны – в Осюганскими. Отходы от заводов тоже есть, но в пределах допустимого. Как говорят эксперты, нормы по содержанию опасных веществ, таких как цинк, медь и фенол, в реке не превышены. Поэтому вода пригодна для питья. Общественники считают, что из-за статьи туристы могут отказаться посещать Алтайский край. Вследствие чего регион понесет экономические потери. Народный фронт предъявляет претензии российской газете. И это будет сделано официально для того, чтобы было опровержение этого материала. С подробностями, которые можно получить от специалистов у нас достаточно. А не опираться на свиньи дилетанта. Каждый пятый россиянин доверяет информации от блогеров. Несмотря на уровень их компетентности и образования. Такую необычную статистику привел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но зачем аудитория делает блогеров лидерами мысли? К каждому ли из них стоит прислушаться? И почему их экспертность оценивается количеством подписчиков, а не квалификацией и профзнаниями? Об этом расскажет Мария Мацаева. Им доверяют миллионы подписчиков. Им дарят свое внимание, лайки и деньги. Они учат людей управлять временем, распоряжаться финансами и правильно мечтать. Но Следственный комитет России и налоговая напоминают, что не каждому из блогеров можно верить. Да, я торгую воздухом. Да, я инфо-цыганка. Тем не менее, по данным в ЦИОМ, среди 5,5 тысяч опрошенных из 40 регионов России, 53% верят словам блогеров, а 70% хотя бы раз покупали товар из их рекламы. Человек в потоке информации все равно хочет пообсуждать. Он хочет найти эту правду, хочет различные точки зрения посмотреть с разных сторон. И вот блогеры, они дают эту возможность. Однако над экспертностью блогеров, которые вещают на абсолютно разные темы, задумались только 59% опрошенных. Это следует из тех же данных в ЦИОМ. Эти респонденты отметили необходимость получения спецобразования для таких интернет-мыслителей. Если этот человек вчера был фитнес-блогером, позавчера был фуд-блогером, а сегодня он говорит про личностный рост, но уже возникает вопрос. То есть быть более критичным к информации, которую ты получаешь. Более критична и та часть блогеров, которая следит за качеством выдаваемой информации, даже если подписчиков пара-тройка тысяч. Прежде чем вещать о правильном питании, блогер Самира провела годы в медицинском. Получила диплом провизора, прошла переподготовку на нутрицолога и консультанта по осознанному питанию. И продолжает доказывать себе свою экспертность. Безусловно, я чувствую ответственность, потому что я понимаю, что многие подписчики, ну, наверное, даже практически все подписчики, не перепроверяют информацию от блогеров, которым доверяют. Пользуюсь такими источниками, как клинические рекомендации, либо какие-то научные статьи от мировых ведущих доказательных институтов, чтобы быть уверенной, что я никому не наврежу. О том, что отличает настоящего эксперта в сети от блогера, который продает воздух, нам рассказала психолог. Блогеры говорят про то, что я знаю и я вам помогу. И все говорят, окей, да, это как пилюля такая волшебная, да, сейчас я выпью и мне полегчает. Эксперт, он так никогда не скажет. Он скажет в лучшем случае, я помогу тебе найти твой собственный путь. Я помогу тебе исцелить твои раны, да, я помогу тебе найти твои смыслы. Но это же работа. Люди говорят, ой, нет, там будет больно, там будут слезы, мне придется там копаться в себе. Зачем? Купила марафон, покайфовала, там все всегда задорно, там всегда про успешный успех, про радость, про красоту. Да, но эффекта не будет. При этом ниша благосферы продолжает вовлекать и тех, кто сидит под ту сторону экрана. 58% опрошенных и сами хотели бы заниматься блогингом. Наша героиня Любовь ведет в соцсети не так давно. Контенту подходит серьезно, только настоящий спорт. Девушка занимается легкой атлетикой и рассказывает, как проводить тренировки и подбирать удобную форму. Добавляет, ей даже удается популяризировать спорт в массы. Подписчики выходят на пробежки. Попробовали и мы. Я почувствовала, что людям интересно. И плюс очень мало именно блогеров-спортсменов, которые реально занимаются спортом и ведут. Не про фитнес, про походение, а именно про спорт. Немного и это прям людям очень отвлекалось. Я стараюсь не советовать то, в чем я не могу быть на 100% уверена. И очень аккуратно я стараюсь обходить медицинские темы. Есть хорошие блогеры, которые могут очень сильно сократить время для того, чтобы в какую-то тему войти, ближе к ней познакомиться. Но принимать решения относительно своей жизни только на основе мнения блогеров я бы не стал. Больше 30 килограммов плова и 10 килограммов самсы съели барнаульцы на праздники Наврос. Кулинарными изысками своей родины хвастались иностранные студенты классического вуза. Валентина Аскерова попробовала национальную кухню и отпраздновала один из древнейших праздников в истории человечества. Плов, самса, китайские пельмени – угощение на любой вкус. Студенты Алтайского госуниверситета из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая празднуют Наврус. Новый год и приход весны по солнечному календарю. Иностранные студенты из азиатских стран, а их в классическом вузе больше двух тысяч, облачаются в национальные одежды, встают за плиту и хвастаются кулинарным мастерством. У китайцев есть очень вкусное блюдо, называется хоба. Туда готовится специальный соус, в который бульон, и в него добавляется все, что ты хочешь. Можно и морепродукты, и мясо, и зелень, все что угодно. А иностранцы что больше всего любят из русского? Борщ. Борщ? Да, и окрошку. Обмениваются блюдами, культурным опытом. Так и живут, и учатся иностранные студенты вместе с российскими в Барнауле. А праздники, такие как Наврус, делают их ближе. Как вы видите, все на позитиве, все такие веселые, красивые, всем это очень приятно. Площадку для празднования Навруса в очередной раз предоставил классический университет. Здесь его отмечают с 2015 года. В пандемийное время Наврус проводился, но в более скромном формате. В этом году с размахом возобновился. В те годы, когда действовали эпидемиологические ограничения, мы проводили этот праздник несколько скромнее. Мы встречались, по возможности, на улице, на открытом воздухе, в Студгородке. Но это тоже было достаточно весело и широко. Сегодня мы, наконец-то, вернулись к обычному формату. Уникальная особенность этого праздника в том, что он не имеет ярко выраженной национальной и тем более религиозной окраски. Это общий праздник многих народов. Сытный обед и большой праздничный концерт. Поют и танцуют не только на сцене. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Даже если вы чемпион, будьте осторожны на солнце. Из-за яркого света лидеры сборной края по биатлону обидно промахивались. К счастью, состязания эти символические, закрывают зимний сезон. Как прошли последние старты по снегу и кто доказывал свое лидерство, узнавали мои коллеги. Тающий снег и скользкое покрытие. В таких условиях борются биатлонисты Алтайского края на заключительных соревнованиях в этом сезоне. Для некоторых это последний шанс отыграться перед летним перерывом. Чемпионат, закрывающий сезон биатлонистов краевой сборной, простым не был. Ошибались даже лидеры. Юная чемпионка Диана Лагно – одна из сильнейших представительниц края. Промахнулась, помешали блики в прицеле. Каждая ошибка на огневом рубеже – 150-метровый штрафной круг. Кто круче, выясняли больше 60 спортсменов из Барнаула, Ребрихинского, Бийского и Заринского районов. В лес убегаем за забор. Там, получается, трасса 2,5 километра проходит. Потом мы сюда переходим на огневой рубеж, стреляем лежа. Потом мы проходим также 2,5 километра и стреляем стоя. И финишный круг. Три круга всего. Самых юных ждали 4,5 километров. Тех, кто постарше – 7,5. Так как погода достаточно теплая и снег рыхлый и водянистый, я подобрала себе структуру лыж с белым пластиком. Он хорошо на данную погоду. Яркое солнце, слабый мороз. Приемлемая погода для биатлониста. Перед забегом разминались и берегли не только мышцы. Морально и физически я готовлюсь к соревнованиям. Не сижу в телефоне, чтобы зрение стрелять, чтобы не портилось. В конце зимы в Барнауле традиционно проводят краевые соревнования памяти наших чемпионов. Эти посвящены Николаю Князеву, тренеру с большой буквы, который с 2011 года занимался с молодежной сборной страны. Я считаю, что спринт – это та дистанция, где уравниваются шансы бегунков и стрелков. Можно более медленным быть на дистанции, но точно стрелять. А можно очень быстро бегать, но много настрелять. По итогу среди девушек выделились Екатерина Копырина, Диана Лагно и Алина Паутова. Каждая взяла золото и серебро в двух дисциплинах. Среди парней лучшими стали Павел Волков, Дмитрий Верт и Илья Бессонов. Пара месяцев отдыха и весной чемпионы пересядут на лыжероллеры. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – автошкола «Авангард». До встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok